Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, вот так бывает в Италии с утра вот такой туман, и вы увидите, в какой солнечный день превратится такое туманное утро. Я снова впадаю, немного витрин покажу вам. Кстати, это ботинки, которые я бы никогда не надела, никому бы не посоветовала. Слишком явный бренд. А вот такие украшения с цветными камнями, они полюбились мне как раз-таки здесь, в Италии. Сегодня будет очень много хорошо, красиво, интересно одетых людей. Я, как всегда, надеюсь, что многие из вас могут найти вдохновение. Для себя в этом видео. Но сразу могу сказать, что для меня этот стрит-стайл, стрит-стайл, который, возможно, будет разделен на два, а то и на три видео, это стрит-стайл очень необычной обуви. Все, итальянки переобулись, переобулись в обувь исключительно итальянского плана. Это обувь, которая блестит, переливается. Мы сейчас увидим очень интересные, очень интересные макосины. Девушка была столь любезна, я ее даже не просила, несколько опешила, не успела ракурс навести, потому что я попросила заснять ее обувь. Это бархатные макосины с прекрасным украшением, стразы, пайетки, что мы здесь видим, бисер, но очень-очень красиво. И она была столь любезна, что, в общем-то, показала мне бренд. Его было очень плохо видно, она мне сказала, я подозревала, что многие будут меня спрашивать. И вот она сняла, вот она сняла любезно свою обувь. Если вам интересно, если вам интересно. Я, кстати, мне кажется, угадала, что это за бренд. Сначала он показался мне незнакомым. Я стою напротив фурлы, очень мне понравились эти сумки. Это, по всей видимости, уже летняя коллекция, новая, судя по цветам. И снова обращаю ваше внимание, как можно красиво дополнить свою сумку, любую сумку. Вот с такой классической ручкой, либо кроссбэк. А на этой витрине мне захотелось вновь обратить ваше внимание на кожаные широкие брюки, палаццо, а также на брошь, которая носится в Италии. Очень часто на верхней одежде. И поверьте мне, это смотрится очень-очень эффектно. Но витрина бликовала. И я уже обращала внимание осенью по, скажем так, еще теплой погоде, что пуховик плюс юбка-карандаш, узкая юбка, чуть выше колена. Смотрится неожиданно красиво для меня. Таких вариантов тоже я засняла, их будет достаточно. И также хочу сказать, что помимо необычной обуви, в которой переобулись итальянки, для меня это стрит-стайл, также тонких колготок черного цвета. Вы не поверите, как мне, скажем так, было приятно наблюдать женские ноги вот в таких тонких черных чулках. Пусть даже пуховик сверху, пусть даже высокие сапоги. Но на самом деле смотрится очень по-весеннему, смотрится очень секси, я бы сказала. Очень обращает на себя внимание та женщина, которая уже в тонких чулках. Возможно, ей слегка прохладно, но, как мне очень понравилось, кто-то написал мне в комментариях, ей не холодно, ей красиво. Это действительно так. Хочу обратить ваше внимание снова на цветные шнурки. Если есть у вас просто кроссовки, спортивные или более спортивные, пожалуйста, поменяйте шнурки, и вы получите новую пару прекрасной обуви. Этот аутфит, как я люблю говорить, эта компоновка меня заинтересовала, покажу вам цены. Прежде всего тем, что, что называется, все намешано. Я бы так не оделась, но мне показалось очень-очень интересно. Ну и, что называется, носибельно, по-другому не скажешь. Понравилась мне эта скромно висящая дубленка, которая стоила 2000 евро. Вот уж действительно вещь, по всей видимости, очень качественная, потому что, ну, никак она не смотрится на эти деньги. Делаю снова подборку мужского стрит-стайла и мужских витрин, но здесь хочу обратить внимание не только модников, но и модниц, которые смотрят это видео на джинсовую рубашку. Очень-очень эффектно, очень-очень красиво и очень-очень редко кто использует джинсовую рубашку в качестве базы, которую можно использовать вместо белой футболки. На самом деле присмотритесь к джинсовой рубашке из темного денима, как на той витрине, которую я вам показала, либо из черного денима, тоже показывала, это была витрина пинку. Здесь прекрасное сочетание цветов, плессированные юбки популярные, их нам, по всей видимости, предложат носить и весной также, потому что это уже весенняя витрина. И хочу снова вам показать вариант низкие, очень-очень низкие уги, плюс плессированная юбка, заправлен свитшот, это может быть вот такой джемпер, кардиган. Я показывала вот такой силуэт, он очень красиво смотрится, я видела его, что называется, на стрит-стайлерах, действительно смотрится очень хорошо. Вообще низких уг очень и очень много. Это магазин Кальцедония, и я тоже рассказывала, что в Кальцедонии традиционно продаются очень хорошие кожаные, точнее, заэкокожие леггинсы. И также мне очень понравились вот эти колготки, я очень люблю колготки с любым рисунком, геометричным. На самом деле на модницах, на себе тоже очень-очень часто ношу и, возможно, даже неоднократно показывала. Часто меня спрашивают, как реагируют люди, когда понимают, что я их снимаю. Но большинство из них реагируют очень-очень положительно, потому что они знают, что они хорошо выглядят, у них хорошее настроение. Я думаю, что им даже приятно, что кто-то обращает на это внимание. Кстати, в Италии принято фотографировать других людей. Если тебе что-то приглянулось, это делают, насколько я поняла, многие модницы, потому что мне тоже случалось, когда я просила кого-то о фотографии, спрашивала разрешения, меня фотографировали в ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Клечатые брюки, безусловно, вещь, которая смотрится очень эффектно, что на модниках, что на модницах Но левый образ обратил мое внимание также тем, и на монтаже я поняла, что на девушке такое же пальто, которое есть у меня, я его показывала Но посмотрите на правый образ, здесь мы имеем тонкий пуховик и поверх бежевое пальто, по всей видимости, без подкладов Образ смотрится не очень выигрышно, потому что здесь, по всей видимости, пальто слишком тонкое Оно выдает фактуру и текстуру самого пуховика, из-за чего кажется, что ткань борит, из-за чего кажется, что ткань излишне замята И опять же, если вы используете вариацию верхняя одежда плюс верхняя одежда, все-таки должно быть явно видно, что у вас два слоя верхней одежды То есть, либо рукава значительно короче на верхнем слое, либо нижний слой по подолу выглядывает достаточно значительно, чтобы все, кто вас видит, могли понять, что на вас верхняя одежда плюс верхняя одежда Кстати, весенние витрины Massimo Dutti предложили наоборот, поверх тонкого без подкладочного пальто Trench И я обязательно покажу вам эту витрину, сегодня она очень сильно бликовала, как и в прошлый раз И в который раз мне не удается ее заснять Не знаю, как вам белые колготки, но я также в каком-то из своих старых видео рассказывала, что у меня были колготки стального цвета, светло-светло-серые И они прекрасно смотрелись с черными аутфитами У меня даже где-то были старые фотографии, старые видео я это тоже вкладывала, прикрепляла и показывала Обратите внимание на плотные светлые колготки, но очень сложно выбрать цвет Колготки не должны быть слишком светлыми, они не должны быть прозрачными, они должны иметь вот некий слегка-слегка серый цвет А этот образ, в который раз я обращаю внимание на то, что белые перчатки, в данном случае это текстильные белые перчатки, смотрятся очень и очень эффектно Недавно я видела очень простой и прекрасный одновременно образ Это был пуховик, это была шляпа, синьора была элегантного возраста, у нее были белые кожаные перчатки Но снимала, я в тот момент стояла таким образом, что она была против света Я засняла, но на монтаже увидела, что ничего разглядеть не удастся ни мне, ни вам Но обратите внимание на белые перчатки, они тоже потрясающе эффектно смотрятся Также я заметила, что на мужчинах и на женщинах очень и очень красиво выглядят брюки со стрелками При том, при всем, что у меня проблемы с глажкой, я поняла, что модель брюки со стрелками смотрится крайне выигрышно И снова это пример того, как итальянки начинают переобуваться Посмотрите, какие были красивые макосины Кстати, итальянки носят бежевые колготки, бежевые чулки, но, кстати, часто это действительно просто гольфы до колена Ну что ж, напоследок немного моего модного мужа, который, конечно же, сам подбирает себе одежду Желаю всем хорошего настроения, весенних дней, теплых дней, самое главное, солнечных дней Увидимся очень скоро, обещает стритстайл быть с каждым днем все более и более интересным Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!